Благодаря многолетнему изучению наших внутренностей при любом удобном случае, ученые стали хорошо понимать, как работает практически каждая часть нашего тела. Однако самым загадочным отделом нашего организма является головной мозг. И чем больше мы его изучаем, тем более загадочным он становится. Вы даже не представляете, на какие удивительные вещи способна наша думалка. Не переживайте, ученые долгое время тоже этого не знали. Сегодня мы расскажем о 10 самых невероятных возможностях нашего мозга, которые делают нас почти супергероями. Вот вам научный факт. Наш мозг способен создавать ненастоящие воспоминания. Вы никогда не оказывались в ситуации, когда что-то помните, хотя в реальности этого никогда не было. Нет, мы сейчас не говорим о воспоминаниях о прошлых жизнях, где вы были Цезарем или Клеопатрой. Речь идет о том, что вы помните, как делали вещи, которые в реальности не делали. Думали, что заняли денег у соседа, а на самом деле не занимали. Думали, что купили какую-то вещь, а на самом деле не покупали. Таких примеров куча. Есть и более впечатляющие. Например, наш мозг может убедить нас в том, что мы совершили преступление. В одном из экспериментов ученые смогли внушить и создать ложные воспоминания у 70% участников. Те стали думать, что совершили кражу или вооруженное нападение. А эта возможность делает нас похожими на Человека-паука. Да, мы, а точнее наш мозг способен очень внимательно следить за окружающей обстановкой и сообщать о том, что мы еще толком не осознали. Например, мы начинаем ощущать, за нами кто-то следит. Появляется чувство неловкости, начинаем потеть, кожа покрывается мурашками. Поворачиваем голову в эту сторону, и действительно видим, что какой-то человек на нас смотрит. Некоторые это называют шестым чувством. Глаз на затылке у нас нет, да и поле зрения у нас довольно узкое, по сравнению с другими животными. Но мозгу они там и не нужны. У него есть более эффективные средства для оценки окружающей обстановки. Например, слух, который способен замечать даже самые незначительные изменения в окружающем фоне. И эта способность особенно усиливается, когда мы не можем видеть часть этого окружения. Неважно настолько непредвзятыми мы пытаемся себе казаться, у нашего мозга свое представление на этот вопрос. Он способен оценить впервые встреченного вами человека всего за 0,1 секунды, как выглядит, как говорит, как одет, побрит и так далее. Пока мы пытаемся все это сознательно понять, наш мозг на подсознательном уровне уже создает картинку человека, и причем довольно точную, и делает вывод, понравится вам этот человек или нет. Мне не нужен будильник. Я сам себе будильник, говорят некоторые люди. Знайте, они не шутят. Если вы соблюдаете режим, ложитесь спать и встаете в одно и то же время, ваш мозг привыкает. Наши собственные биологические часы, лучше любого будильника. Поэтому многие люди могут просыпаться еще до того момента, как прозвенит мерзкий звонок, сообщающий о том, что пора вставать на работу. Часто такое наблюдается, например, у офисных работников. Крутая способность, но не советуем пользоваться ею для подготовки домашнего задания, зачетов и важных презентаций. Простой эксперимент, впервые проведенный еще более ста лет назад. Людей разделили на две группы. Одну группу стали обучать базовым навыкам игры на пианино с использованием инструмента. Обучение другой группы проходило без пианино. Людям просто рассказывали, как правильно ставить и двигать пальцами, а также описывали, как звучит та или иная нота. К концу обучения было установлено, что обе группы обладают одинаковыми навыками, обе смогли сыграть на пианино мелодию, которой их обучали. В 90-х годах уже с использованием более современных научных инструментов ученые действительно выяснили, что воображаемое обучение и практика может оказывать такое же воздействие на мозг, как и реальное. Как только мы хорошо овладеваем каким-нибудь навыком, наш мозг подключает к работе определенный отдел, так называемую сеть пассивного режима работы. Она используется для выполнения задач, не требующих сложного анализа, поскольку их решение уже многократно опробовано и доведено до автоматизма. Людей обучили одной карточной игре, которая требует небольшого мыслительного процесса. Люди играли хорошо. Но когда после многочисленных партий к работе подключилась эта самая сеть пассивного режима работы, они стали играть еще лучше. Обучение другим видам навыков дается людям сложнее. Например, игра на инструментах. Сначала, очень сложно, но после, когда ваши руки и пальцы запомнили, как нужно правильно играть, ваш мозг фактически отключается. И вы начинаете делать это на автоматизме. В эксперименте одну группу людей попросили каждый день, в течение пяти дней, по 11 минут представлять, что они занимаются повышением силы кистей рук. К окончанию опыта было установлено, у той группы людей, что думали о накачке рук, сила хвата оказалась в два раза выше, чем у тех, которые этого не делали. Можно ли получить шесть кубиков пресса таким же методом? Не узнайте, пока не попробуете. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео.